Всем привет! Здравствуйте, дорогие, уважаемые гости, подписчики, зрители этого канала. С вами Мила. Приглашаю вас на сегодняшний второй расклад на тему «Какое чудо вас ждёт к концу этого года?» Давайте посмотрим. Чудо может быть, например, вы переедете куда-то, или же если вы долго пытались и хотели забеременеть, то случится чудо, да? Чудо может быть, если вы были в одиночестве долгое время, и у вашей жизни придёт мужчина, да? Давайте вот посмотрим, вот что покажут карты, то я вам и передам. Какое чудо вас ждёт? Так, сразу здесь выпала карта, мы её оставим. Обязательно оставим. Итак, какое чудо? Именно до конца этого года. Какое чудо вас ждёт? С чем будет это связано? А между этим хочу, дорогие друзья, вас поблагодарить за ваши лайки, комментарии, подписки, за поддержку этого канала. Для меня это очень ценно. Подписывайтесь на мой инстаграм. Добро пожаловать в моё личное пространство. Буду рада каждому из вас. Ссылку оставлю под этим видео в комментариях. Итак, что случится до конца этого года? Какое чудо произойдёт? Ну, здесь сразу показывает какое-то освобождение. Освобождение — это касательно, если вы, например, чувствовали себя в каких-то внутренних ограничениях. Эти ограничения, они могли касаться, например, вы ждали каких-то очень важных документов. Вы ждали, когда вам дадут какое-то согласие. Возможно, вы не могли куда-то выехать. Вы как будто, знаете, или по каким-то невозможностям не могли покинуть какую-то страну, переехать, уехать домой, например. Это, знаете, как уйдут какие-то ограничения. Вы будете чувствовать какую-то свободу, свободу документального плана, да, что-то в документах, связанное с документами. Или же, если вас взяли на работу, да, и вам дали такой испытательный срок, чтобы посмотреть, как вы работаете, то здесь будет, наконец-то, принятие такого решения, да, что вас возьмут на постоянное на постоянную работу, на постоянное место, да, или же постоянное место жительства. То есть вы получите какие-то очень важные документы. И эти документы, они избавят вас от какого-то ограничения. Да, ограничения, это имеется в виду, когда вы не знаете вам возвращаться, например, на свою родину, или же быть в той стране, где вы сейчас находитесь. То есть здесь получение какого-то очень важного документа. И знаете, это как победа для вас, это будет очень-очень такой долгожданной победой. Ещё эти карты говорят о том, что здесь к вам придёт какое-то очень важное письмо. Письмо говорит о том, что, возможно, вот если вы сдавали какие-то экзамены, эти экзамены для вас тоже были очень важные, здесь вам как будто, знаете, подтверждение какое-то придёт, скажут, что ура, вы там сдали экзамен, поздравляем, да, то есть здесь счастье, ждёт вас вот какая-то победа, радоваться будете, что наконец-то какой-то этап, сложный этап уже как будто позади. Ваша сигнификация здесь, знаете, вот очень интересная женщина, верховная жрица. Верховная жрица очень умная, духовно развитая, у вас очень сильная интуиция. Да, и что интересно, вот вы увлекаетесь или же эзотерикой, медитациями, может быть, точно так же картами Таро занимаетесь, да. Что самое интересное показывают, очень большой интерес к эзотерике. Вот у вас откроется в ближайшее время, к концу этого года, да, откроется очень большой интерес, да, к эзотерике. Может быть, захотите обучаться Таро с нуля, если да, то приходите ко мне на курс обязательно, если вас заинтересует обучение по Таро. То есть у вас проснётся какой-то интерес, интерес познать духовный мир, возможно, да, то есть здесь в ближайшее время вы заинтересуетесь этим, да. Так, что ещё? Разрешится какая-то ситуация, например, то, что для вас было тайной, то, что для вас было скрытно, то, что для вас было непонятно, да, это то непонятно, что было в отношениях. Если у вас были какие-то мутные отношения, непонятные, как, знаете, путь в потёмках, переживания, страдания, может быть, вы с партнёром на расстоянии были, или же здесь какая-то неясность была между вами, может быть, даже и пауза, пауза в отношениях, то здесь говорится, что вы воссоединитесь в одно единоцелое, да. То есть карта влюблённых говорит о том, что вы наладите с кем-то контакт, да. Да, здесь может быть, что вы приедете, или к вам приедут, да, в гости, или какое-то здесь предложение может быть, да, то есть здесь восстановление каких-то отношений. Ну, конечно, здесь проигрывается мужчина, возможно, это человек, с которым сейчас на данный момент нет никаких отношений, луна, недоверие. Это тот человек, которого, возможно, вы длительное время уже не видели, или же здесь ваши отношения зашли в какую-то паузу, и у вас нет сейчас общения. Хочу сказать, что к концу этого года будут приняты очень такие серьёзные решения по поводу этих отношений. Мужчина здесь осознает то, что он не хочет вас терять, не хочет терять такую женщину, как вы, да, и здесь случится чудо, что этот человек, возможно, вам сделает какое-то предложение. От него будет предложение, как разговор, воссоединить отношения, да, то есть император — это очень такой властный мужчина. Это тот человек, который конкретно и очень стабильно подходит к разрешениям любой ситуации, да. Это человек очень знающий, очень умный, да, и с ним у вас будут очень большие перемены, очень большие колесо фортуны, то есть, возможно, у вас с кем-то то, что просто как отношения завяжутся, а может быть такое, что вам какое-то предложение до конца этого года сделают, предложение руки и сердца, например. Если вы долго встречались вместе, если вы в отношениях с этим человеком, и у вас стабильность есть, да, то есть этот человек готовится к чему-то большому с вами, да, то есть по колесо фортуны я могу точно сказать, что это как судьбоносные какие-то перемены до конца года произойдут в ваших отношениях. Если вы, например, в каких-то непонятных отношениях, мутных отношениях находитесь, да, где нет развития на данный момент времени, то здесь я вижу, что как будто эти отношения станут открытыми. Кто находился в тайных отношениях? То, что Верховная Жрица ещё говорит о том, что если здесь были тайные отношения, то наконец-то они откроются, да, то есть, возможно, этот человек примет решение вас познакомить со своими родственниками, со своими друзьями, то есть здесь, здесь действительно очень такие большие судьбоносные перемены могут быть именно связаны именно с отношением с мужчиной, да. Уйдёт какое-то переживание, напряжение, уйдёт какой-то внутренний самообман, вот внутренний самообман, сейчас у вас самотерзание, сейчас вы переживаете, сейчас вы как будто не хотите терять того человека, который по сути, он никуда и не уходит от вас, просто у вас сейчас такой период, период какого-то болезненного ожидания, период страдания, мучения, неясности, да, то есть в отношениях, то есть какой-то сложный период уйдёт. Карта солнышка. Если, вернёмся к тому, что отношения, да, если вы пытались долгое время забеременеть, если у вас не получалось и вас это приводило в какое-то разрушение, здесь карта солнца — это карта детей, это карта рождения детей, это карта новостей, что наконец-то ура, получится, да, получится забеременеть, и это принесёт очень большое счастье в вашу семью, наполнение и радость. Давайте ещё посмотрим. Давайте вот посмотрим ещё, что ещё случится в вашей жизни, какое чудо произойдёт, если вы даже не в паре, да, вот если вы не в паре, рассмотрим такой вопрос. Вот если вы не в паре, что вас ждёт? Появится ли в вашей жизни мужчина новый или нет? Вас показывают загадочная, опять же, верховная жрица, большой акцент будет на каком-то развитии у вас. Вот вы будете акцентировать внимание на каких-то курсах, на каком-то обучении, внутреннее самопознание, эзотерика, то есть это всё как психология тоже сюда входит, да, вы будете акцентировать внимание на себе, на каких-то знаниях, эти знания, они в будущем принесут вам какие-то плоды, и это возможно, или ваше хобби перерастёт в профессию, чем-то вы будете заниматься, да, заниматься, и это будет приносить вам, да, это будет приносить вам хорошие деньги, во-первых, во-вторых, вы почувствуете какой-то ресурс, ресурс в себе. По поводу личной жизни хочу сказать, ох, если вы без пары, если вы одинокая женщина или мужчина, смотрите, какие у вас тут судьбоносные перемены ждут. Восьмёрка чаш, она всегда говорит о том, что человек сам готов поменять что-то в своей жизни, да, то есть вас ждёт новое знакомство, в вашу жизнь идёт огненный мужчина, овен, лев, стрелец, человек, который спешит прям в вашу жизнь, да, для чего? Для любви, да, то есть здесь уйдёт чувство одиночества, да, то есть к концу этого года вас ждёт именно, знаете, знакомство на нейтральной территории. Мужчина очень такой характерный, уверенный в себе, да, на месте не стоит, огненный, да, в нём такая энергия вершить, что-то делать, вот добиваться каких-то вершин, да, то есть он такой целеустремлённый человек, и этот человек как что-то новое, да, новое знакомство, новый этап в вашей жизни, да, с этим человеком вас ждёт. Опять же, по колесу фортуны судьбоносная встреча. Судьбоносная встреча, к чему вы, в принципе, готовы? То, что показывают вас, если вы одна, то вы всё тянете на себе, вы как будто устали уже всё тянуть на себе, вы хотите каких-то перемен, и эти перемены, как будто, вы знаете, произойдут очень-очень быстро, очень быстро. Здесь показывают, как дорогу, да, может быть, в дороге вы с ним встретитесь, какое-то вот знакомство, мимолётное вот будет знакомство, и это знакомство может поменять вашу жизнь, да. Опять же, император, император, то есть этот мужчина, это тот человек, который серьёзно подходит к переменам, да, это тот человек, который может уже подарить вам какую-то стабильность и избавить вас от одиночества, если вы одна, да, если вы одна. То есть здесь, да, да, здесь стабильные отношения, что наконец-то, наконец-то настанет тот период, когда вот меняется что-то в вашей жизни. Возможно, вы что-то отсекёте, какие-то тяжёлые отношения, если у вас были, то здесь идёт отсечение каких-то сложных отношений, мучительных отношений, когда вас не понимают, не слышат, когда вам не дают тех эмоций, которые вы хотите, например, да, то есть здесь наконец-то идёт какое-то отсечение чего-то старого и знакомство с новыми людьми, да. Всё-таки вам говорят, не держаться за какую-то ситуацию, вам нужно отпустить. Чем быстрее вы что-то отпустите, тем быстрее разрешится какая-то ситуация для вас очень-очень какая-то мучительная. А какая ситуация мучительная? Давайте посмотрим. Какая ситуация мучительная? Что вас так тревожит? Что? Что вас так тревожит? Давайте посмотрим. Путь к победе. Вы как будто захотите себя реализовать. Такое ощущение, как будто вы, знаете, не можете найти себя. Вот, знаете, вот бывает такое у людей, когда человек себя ищет в какой-то профессии, не может себя найти, и тем вроде бы и занималась, и тем, и тем, и тем, и он ничего не приносит ресурса, ничего не приносит какого-то достижения. Знаете, это карта триумфа. Опять Верховная Жрица. Слушайте, уже третий раз нам выпадает Верховная Жрица. Это знак. Значит, вам нужно обратить внимание на духовное развитие. Значит, там ваш потенциал, значит, там ваше предназначение. То есть здесь открытие какого-то вашего предназначения. Это то, к чему вы будете идти к концу этого года. То есть откройте в себе какой-то талант. Это путь к победе, когда вы верите в себя, когда вы, когда вам аплодируют, когда у вас раньше не верили и говорили, да, ну, а у неё не так ничего не получается. А сейчас вот на вас посмотрят другими глазами и скажут «Вау, а она это сделала?» Она это смогла. Вас будут, к вам будут прислушиваться. У вас будут просить совета. Вот насколько вы себя проработаете за это время, да. И это вам принесёт большую стабильность, уважение других людей, уважение, стабильность, рост, да. То есть вы будете заниматься тем делом, который принесёт вам удовольствие. И что самое интересное, люди, которые рядом, мужчина, который рядом, он будет вас поддерживать. То есть у вас будут верить, да. Уйдёт какой-то внутренний самообман, внутренняя борьба. Это всё уйдёт. Да, вас ждут знания. И эти знания, они прям просятся у вашу жизнь. Вот просятся эти знания у вашу жизнь. Если вы думаете, если вы сомневаетесь, идите, развивайтесь. Эти знания не должны быть в вашей жизни. Никогда в себе не сомневайтесь. Надумали что-то делать? Делайте. Ведь всё делается во благо. Любой опыт — это тоже урок. Вот такой у нас сегодня получился интересный расклад. Очень много событий здесь проигрывалось. Очень много. Обязательно напишите, как в вашей жизни проигрывается данный расклад, данные события. Мне будет очень интересно почитать. Действительно, этот расклад, знаете, как чудо. Чудо, потому что много чего открылось. Возможно, вы посмотрите на эти события, ситуации как на какое-то послание. Может быть, это станет для вас каким-то золотым пинком, чтобы это чудо открылось в вашей жизни. Желаю вам благополучия, наполнения, радости, всех благ. С вами была я, Мила. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok